Здравствуйте, меня зовут Антонина Андрющенко, я преподаватель по стретчингу учебного центра BodyCoach. Сегодня я хочу поговорить о ягодицах, о женских ягодицах. Часто девочки, которые приходят в снажерный зал, хотят улучшить процесс тренировки и увеличить в объеме свои ягодицы. Поэтому я помогу сегодня улучшить этот тренировочный процесс и покажу парочку упражнений по стретчингу, которые помогут ускорить и достигнуть результатов. Прежде чем вы перейдете непосредственно к самой силовой тренировке на разведите мышц ягодиц, целесообразно выполнить упражнение на растяжку сгибателей бедра. Каким образом мы это будем делать? Ставим ногу на полную стопу перед собой, обхватывая руками чуть ниже колена. Мы стараемся максимально с круглой спинкой оттянуться назад, а за счет напряжения ягодиц толкнуть таз вперед. То есть если вы делаете перед зеркалом упражнения, вы должны увидеть, как сокращается ягодица и выталкивает таз вперед. То есть вот в этой зоне будет максимально чувствоваться растяжение. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы увеличить амплитуду движения в тазобедренном суставе и позволить ягодицам максимально сократиться уже непосредственно на силовой тренировке, которую вы начнете делать после этого упражнения. Если у вас цель тренировки именно увеличить мышцы в объеме, то в самой силовой тренировке нет смысла делать упражнения на растяжку. Поэтому в конце, после самой основной части, вы можете уже добавить упражнения на растяжение ягодичной мышцы. Какое, я вам сейчас покажу. Садимся так, чтобы у вас образовалась прямая линия. То есть одна нога максимально уходит колено вперед, другая нога, как бы не слегка выворачиваясь в тазобедренном суставе, направляется назад. Из этой позиции вы стараетесь максимально пахом приблизиться к полу. При этом наша задача не в поясничном отделе делать вращение, а именно в тазобедренном суставе попытаться максимально развернуться к корпусам вниз, придвинуть паховую зону в пол и животом потянуться в сторону колена. Растягиваться будет максимально большая ягодичная мышца вашей согнутой передней ноги. Отсюда мы можем добавить растяжение путем того, чтобы подтягивать при помощи рук себя как можно больше вперед, сохраняя при этом естественное положение позвоночника. То есть ложиться не нужно, так как мышцы у нас крепятся не к спине, а все-таки к тазу. Поэтому наша задача разворачивать именно таз и пытаться его наклонять как можно больше вперед. В заключении, что мы можем сделать, какие выводы. То есть данные упражнения – это одни из, которые могут вам помочь. Поэтому вы можете выбрать свои альтернативные. Главное, чтобы вы учлить такой нюанс, что перед основной частью тренировки следует растянуть сгибатели бедра, чтобы увеличить амплитуду движения в тазобедренном суставе, соответственно, усилить работу ягодичной мышцы. А в конце сделать расслабляющее упражнение на растяжение уже непосредственно ягодицы. Причем в каждой позиции вы должны задерживаться от 30 до 60 секунд. Можно сделать от 2 до 3 упражнений на растяжение ягодичной мышцы и не более. Ждем ваши лайки, комментарии. И хотелось бы еще узнать от вас, какие темы в рамках стречинга вам хотелось бы рассмотреть. Всего хорошего, хорошего дня!